как использовать нас для этой цели. И тем не менее, для начала мы поделимся с вами и нашим опытом. По сути, мы 13 лет создаем мультимедийные курсы, причем до 2009 у нас не было ЭБС, а мы занимались только задачей создания подобных мультимедийных проектов на дисках. Электронных библиотек, интерактивных различных проектов и для школы, и для вузов. И, в общем, мы имеем свой издательский опыт. Итак, основная наша задача, задача автора при создании электронного курса, это оживить материал посредством включения иллюстративного и мультимедийного контента. Задача эта, как я уже сказал, сводится в том, чтобы выйти за пределы текста и его чем-то обогатить. По сути дела, если уж мы привыкли к формату книги, речь идет о том, чтобы создать некую иллюстрированную книгу. Поэтому это, в общем-то, задача всем по силам, но и иметь свою особую специфику. Конечно, это значительно усложняет задачу создания текста по сравнению с учебником. В чем мы сейчас по этому пройдемся. Но главное, что можно сделать, в чем можно сделать вывод, что электронные курсы без мультимедия быть не могут. Это, так сказать, аксиома. Визуальность, интерактивность, гипертекстность. Вот то, что мы должны внести в наш учебный материал, чтобы это стало электронным курсом. А теперь, раз мы имеем дело уже с неким мультимедийным проектом, встает вопрос, что при этом должно происходить, какие производственные процессы. И, как вы видите по моему слайду, это довольно-таки обширный ряд процессов, которые должны быть пройдены при создании мультимедийного проекта. Ну, во-первых, это подбор интересного визуального материала, который обогатит курс. И, вообще-то, этой задачей в таких командах разработчиков занимается билд-редактор профессиональный. Во-вторых, потребуется профессиональная обработка и верстка. Это задача дизайнера. В-третьих, чтобы все это расположить в каком-то интересном порядке и придать этому структуру и форму, потребуется сценарий мультимедийных элементов. Этим занимается сценарист. Наконец, и сами тексты, ну, как и при любой работе с текстами, потребуют особую редактуру. Этим занимается редактор. И, чтобы собрать это все воедино, потребуется и некий режиссер-менеджер проекта и процесс режиссуры. Еще можно добавить сюда такую немаловажную роль программирования и настройки формы и структуры проектов. Когда мы занимались компакт-дисками, практически для каждого компакт-диска на каком-то едином движке разрабатывался собственный индивидуальный проект. Это уже сразу объясняет, насколько дорогие мультимедийные проекты сами по себе. Мудл и подобные им системы сильно облегчают эту задачу, что они сразу уже дают некую матрицу, некую форму, в которую вы должны вложить свой материал. И, в общем-то, она очень хорошо настраиваемая. Позволяет реализовать много разнообразных мультимедийных форм. Вот, собственно, вот эта группа должна работать с автором или же автор должен реализовывать эти процессы самостоятельно. Может ли это автор, и любой, и не любой? Разумеется, какой-то продвинутый автор может взять на себя максимальное количество задач, если не ставит очень высокие профессиональные задачи. То есть он может и как бит-редактор подобрать материал, и как сценарист это сконструировать, ну и само собой, как режиссер, обобщить. Но, тем не менее, даже вот для такого профессионала лучше не брать на себя роли верстальщика и дизайнера. Иначе получится все равно на коленке и непрофессионально. Но, тем не менее, видно, что, конечно, чем больше команда профессионалов подключается к автору, тем больше эффект и более интересен будет продукт. А вот те профессиональные продукты, с которыми мы имеем с вами дело на рынке, это и онлайн-курсы, платные и бесплатные, и вот разные мультимедийные проекты, они, разумеется, созданы довольно большой командой. Как правило, в УЗИ рассчитывать на такую не приходится, поэтому наша задача и идеальный здесь совет, не следует гоняться за мультимедийным богатством, а следует как раз стремиться к простоте. И, как я покажу, один из самых совершенных форм электронного курса – это курс-конспект, в котором даже меньше текста, чем в каком-либо учебнике. Ну и важно понимать, что курс приобретает мультимедийность, в первую очередь, не за счет картинок или каких-то интерактивов, а за счет самой гипертекстовой архитектоники курса. То есть, сам текстовый материал просто должен быть по-другому организован, чтобы он получил впечатление вот такого богатого, насыщенного, интересного построения материала. И это, собственно, автор может в первую очередь, если у него достаточно творческого воображения. Теперь пару слов по теории. Вообще, какие виды мультимедийных проектов мы с вами встречаем, какими они могут быть. Ну, один из самых простых – видеокурс. То есть, заснятая на камеру лекция, она может перемежаться вставленными элементами презентации и каким-то еще вступлением, особым завершением. Но, как правило, если просто снимается видео, то это начинает наскучивать на пятой-десятой минуте. И заменить преподавателя, который стоит на кафедре, просто его заснятым фильмом довольно проблемно с точки зрения восприятия материала. Что-то должно быть интереснее, по-другому должна быть структурирована лекция. Тем не менее, очень много курсов имеют именно такую форму. Второй, тоже достаточно простой тип электронных курсов – это курс презентации. Как правило, весь текст разворачивается посредством отдельных слайдов, как некая большая презентация с вкраплением иллюстраций, схем, таблиц и так далее. В общем-то, это тоже и распространенный, и посильный для любого автора формат. В таком формате, наверное, и может автор самостоятельно справиться, и наполнить его более-менее удачно расположить элементы, обработать простейшим образом картинки. Третий, и, наверное, о нем мы в основном и будем говорить, это курс электронное издание. Или, по сути дела, курс сайт. Есть, собственно, сайты, которые так примерно и построены. Курс сайт, в его основе лежит некое дерево содержания, различные лекции или части, которые расположены в каком-то порядке, с какой-то структурой. Вот в этот текст мы часто встречаемся в интернете. С таким вкрапляются иллюстрации, схемы. И, в общем-то, это тоже такой небольшой формат, требуется небольшой формат для каждого элемента текста. На несколько страниц, не больше. Четвертый формат – это уже полноценный мультимедийный курс, в основу которого кладется не столько текст, сколько именно мультимедиа. Видео, аудиофрагменты, интерактивные элементы, эффекты различного рода. Но вот это то, что мы имеем, как правило, от профессиональных разработчиков. То, что стоит очень дорого, и уже в одиночку никак это не создать. Что требуется от автора в первую очередь? Сам или не сам он создает свой проект? В общем-то, основная задача его, по сути дела, и как режиссера тоже, чтобы он отформатировал свой материал, который, как правило, все-таки любой преподаватель и автор видит в виде некого учебника, некого такого монолитного текста, ну, я бы сказал, марафона, чтобы он его так сконфигурировал, чтобы текст превратился в гонку с препятствиями. То есть, приобрел различную сложную структуру с переходами, с гипертекстовыми какими-то элементами. То есть, надо разбить текст, грубо говоря. И вот это первая задача, разбивка текста. Текст в курсе должен быть не сплошным, как в книге, а разбит на информационные кванты. Ну, например, если это слайды, то понятно, что каждый слайд является вот таким информационным квантом. И он может нести, конечно, и меньше информации, чем страницы текста, если сам курс, допустим, наговаривается, а слайд лишь иллюстрирует основное содержание того, что говорит вслух. Вторая задача автора – организация текста. Ну, собственно, это то же самое, только чуть-чуть уже дальше, когда нужно автору отразить логические переходы в структуре и порядке построения текста. Ну, например, включить врезки, как в журналах, или там более плотно разбить этот текст. Тоже в зависимости от того, как преподаватель хочет посылать свой месседж. То есть это создает какую-то логическую структуру вот той разбивки текста. Третья часть, которая обязательно присутствует и которая, собственно, неотделима от курса – это создание тестов, контрольных заданий. По сути дела, это основной интерактивный элемент, который позволяет изложение материала связать с его проверкой, и тем самым и восстанавливается цикл преподавательский, который мы имеем в обычном случае нашего онлайн, вернее, живого преподавания. И, наконец, придание тексту гиперструктуры, гиперссылок, включение в свой собственный текст различных других материалов, обогащение текста, или гиперссылки на интернет-ресурсы, или на какие-то текстовые элементы, или на тот же мультимедийный материал. Вот, собственно, вот это обогащение – это тоже то, что по силам преподавателя самостоятельно, без каких-то там излишних изысков, добавить уже готовый, интересный материал. Ну, а главный козырь автора, на мой взгляд, который должен присутствовать в любом онлайн-тексте, это его собственное присутствие. Ну, я думаю, что, вот как я, вы многие заметили, что вот в наш век цифровых репродукций, информационная переизбытка, очень сильно возросла ценность присутствия автора или исполнителя. Это вот и в музыке, перестали продаваться диски, зато музыканты стали в основном зарабатывать на сцене. Это там и для художника, когда вот его размноженные там тысячи репродукций обесценились, по сути дела, но зато вот его картина-оригинал, она наоборот вырастает в цене. Ну, а есть ли такая замена живого присутствия у автора? Вот для книги, к сожалению, тот случай, когда этого нет, ему приходится довольствоваться только своими репродукциями. А вот если мы говорим о преподавателе, то у него эта форма появляется. Преподаватель и учебный курс это в первую очередь материал, который передается из лица к лицу. И вот переходя на цифровые форматы, нам, конечно, важно не утерять вот этого момента, а позволить присутствовать. Ну, и поэтому, например, видео очень всегда приветствуется как элемент такого курса, потому что ученик видит своего преподавателя, хотя это тоже самое репродукция, то же самое какое-то виртуальное присутствие. Не обязательно это должно быть видео, там, вебинар, может быть, и участие в чате, и ответы там на вопросы, и какие-то вот личные там рассылки. Ну, в общем-то, главное, чтобы вот этот вот контакт, на мой взгляд, каждый ученик чувствовал. А вообще, как мне кажется, одна из самых удачных форм онлайн-курсов, когда просто рядом с текстовым онлайн-курсом или мультимедийным присутствует и какая-то форма вебинара. Вот, собственно, мы на нашем портале тоже стараемся придерживаться именно вот такого формата. Ну, а теперь я расскажу, что можем мы предоставить в помощь автору для того, чтобы обогатить его текст. В любом случае, мы сейчас говорим о создании гипертекста, то есть, некого многоуровневого текста, будет ли он там ссылками или прямо вкраплениями излагаться. Главное, что гипертекст не просто излагает, а обозначает направление движения, мысли. Он направляет еще на какие-то источники, там, где требуется углубление, где у слушателя какой-то особый интерес. Вот он добавляет то к тексту, что сам текст не может сделать. И гипертекст, в силу его вот ссылочной такой природы, главной его достоинства и особенности, он способен изложить минимум информации, при том, что раскрывает максимум, то есть, раскрывает потенциал информации. Вот, собственно, мы хотим помочь с нашими сервисами в создании таких гипертекстовых курсов, гипертекстовой структуре, благодаря использованию интересного, качественного, уже готового лицензионного авторского материала. Ну и вот, собственно, в этой табличке показано, как это строится. Авторский текст дополняется иллюстрациями, фрагментами готовых изданий, какими-то статьями извне. А как это делают, мы сейчас покажем. Конечно, вообще говоря, на вопрос, где преподаватель берет контент, у нас с вами всегда простой ответ в интернете. Обычно при создании своего курса мы все время обращаемся в Google или еще куда-то в такой удобный инструмент, как Google картинки или Яндекс картинки. И там, как правило, какие-то вот такие иллюстрации типа тех, которые на моем слайде сейчас мы находим. Легонько их обрабатываем и уже задача выполнена. Но при этом важно понимать, конечно, что все, что вы делаете, это контрафакт, что особенно при публикации, публичном использовании это достаточно рискованно. Ну и искать это тоже непросто. Яндекс картинки и прочее это, по сути дела, не структурированный материал. И там много приходится перелопатить, если требуется что-то такое. Вот. Еще важно, что, ну как и во всем интернете, то, что вы получаете там, не авторизованно. Вот даже у нас не раз были случаи, когда мы давали на обложку картинку какого-то там автора из 19 века и оказывалось, что мы путаем тезок, то есть тех же людей с тем же именем и отчеством, но или там именем, но в общем-то совсем других людей. От такого не спасешься. Вот для этого и требуется качественно авторизованные базы данных, ряд которых мы и предложим. Вот. Второй путь, которым выручает себя автор, это собственную разработку. Ну, не только автор, а вообще, скажем, команда, когда может привлекаться художник, или там, если речь идет о схемах, таблицах, разумеется, это все делает сам автор, но вы сами знаете, что это достаточно трудоемко. Наконец, разработка на заказ. Ну, это уже самый профессиональный как бы способ привлечения дизайнеров, подрядчиков и так далее. Это, разумеется, эффективно, но дорогостоящий, прежде всего, для каких-то коммерческих небюджетных проектов. Вот. Это, собственно, и происходит, если вы покупаете уже готовый контент. Если вы вместо Яндекс.Картины используете какой-то фотобанк, их сейчас уже довольно много, и они тоже один из самых подходящих и лучших источников для наполнения мультимедийным контентом. Но это касается в основном все-таки только картинок или фотографий. Редко чего-либо еще. И, конечно, это резко повышает бюджет своего проекта. Поэтому мы предлагаем пока самый простой и бюджетный вариант это использовать бесплатно лицензионный контент ВБС университетской библиотеки онлайн. А что мы можем предложить, мы сейчас покажем. Для начала хочу напомнить несколько сервисов, которые у нас есть, прежде всего для работы с текстами и квази мультимедийный курс включения дополнительной литературы в рабочие программы дисциплин в свои учебные курсы. То есть, даже не выходя на портал Moodle, вы можете в рамках ЭБС создать свои собственные дисциплины гипертекстового характера, где вы включаете какие-то дополнительные рекомендуемые материалы для прочтения. если вы войдете в свой личный кабинет, вы увидите такую возможность создать свою собственную программу и на каждой книге она для преподавателя открыта и добавить для каждой своей дисциплины те материалы, которые вам кажутся необходимы. Очень просто, практически делается за несколько часов и представляет собой реализованную методичку, в которой вы сразу студенту даете материал, который он тут же может кликнуть и прочитать. А студенты в своем личном кабинете всегда найдут вашу фамилию и увидят, что вы им рекомендуете для курса без дополнительных методичек. вот это пример вставки на любой книге, которую вы откроете, вот эти кусочки странички книги, есть такая кнопочка поместить в и строка поместить в учебную программу. Вы выбираете или создаете учебную программу, эта книга будет прикреплена быстро, оперативно, без сложностей. Второй путь очень интересный для именно уже электронных курсов, он реализуется на нашем Moodle, EBS как сервис. Это по сути дела главный инструмент связки нашего портала EBS и портала Moodle. Вы здесь видите окошко, как это делается, суть его в том, что любой фрагмент из книги, если в прошлый раз это была целая книга всегда, то сейчас это может быть фрагмент 3 страницы, 5 страниц, что чаще всего и требуется, вы можете включить свой электронный курс. Делается это тоже достаточно просто, в открытой уже книге вы нажимаете на иконку получить код вставки и вот этот код, который у вас сохранится, вы потом включите в свой курс на Moodle где угодно в интернете. Разумеется, доступен он будет только тем, кто подписан на EBS, потому что это лицензионный контент и по сути дела он оплачен вузом, поэтому если вы подписаны, то это всегда будет читаться, если вы отписываетесь, до 3 страниц фрагменты по-моему тоже читаются, а вот большие крупные тексты уже открываться не будут. Вот, ну вот каждый курс в нем добавляется гиперссылочка в Moodle, вот, а если вы на нее кликаете, то тут же у вас открывается страничка из бумажной книги, которую уже все могут читать. Вот, то, что я сейчас рассказал, это прежде всего как бы работа с текстом, хотя и тоже гипертекстового характера, а дальше мы будем сейчас пойдем уже к форматам мультимедии. Для этого еще раз повторим, что нужно добавлять в электронный курс согласно типам своего курса. Ну, про текстовые курсы текстовые курсы они обычно просто дополняются некими тестами. Это тоже имеет право на существование. Сейчас мы о них и будем говорить. Иллюстрированные курсы там которых мы говорили к тексту добавляется изображение. То есть изображение это тоже несложный для поиска обогащения контента. Сюда включаются схемы, таблицы и прочее. То, что и в книге по сути дело иллюстрированные. Презентационные курсы они требуют уже немножко особого оформления слайдов презентации. То есть это будут просто некие оформленные тексты. Видеокурсы требуют добавки или съемки видео. Аудиокурсы требуют записи лекции. кстати тоже может сделать самостоятельно. И только мультимедийные курсы требуют целого комплекса различного мультимедийного материала. То есть как я обращал внимание практически все в простом виде доступно одному взятому самому по себе автору. Итак особый элемент обязательный курс это конечно тесты. Ну как составлять тесты и вообще как автор самостоятельно работает с тестами я надеюсь это у нас уже было каких-то из занятий нашей школы. А сейчас я просто обращу ваше внимание о нашем собственном сервисе. Я думаю тот кто ходил по нашему мудлу уже ознакомился с этим тесты по учебникам. У нас более 100 тестов по 100 ведущим учебников и общая вопросная база вот этих тестов составляет 40 тысяч вопросов. Вы спокойно можете использовать тест целиком если он вам подходит но вот так они выглядят тестовые задания по тем разделам учебника из которых учебник состоит. Но главный интерес я думаю будет представлять банк вопросов то есть все эти 40 тысяч вопросов можно использовать отдельно в колоночке банк вопросов которые каждому автору открыт вы открываете вот этот сервис выбираете какую-то тему которая существует служебный этикет и здесь уже рассматриваете отдельные вопросы которые вас будут интересовать вот собственно вот это и есть модель песочницы которая была заявлена в нашем названии когда можно свободно выбирать из огромного цикла вопроса вот у нас встает вопрос доступны ли все весь вопросник каждому преподавателю то что касается наших 40 тысяч вопросов это доступно но при подписке на весь этот блок вот и а то что создается авторами самостоятельно я думаю тоже может быть доступно при условии каких-то наличия лицензионного договора с автором то есть тут надо смотреть в индивидуальном порядке мы пока только начинаем создавать подобные курсы и включать именно авторские курсы ко всеобщей публикации вот ну вопрос я думаю этот решаемый то есть эта база будет постоянно расти и иметь самостоятельную ценность так таким образом я рассказал вот половину общую прежде всего текстовую а следующая половина следующей презентации будет связана чисто с мультимедийными форматами давайте я попробую сейчас ответить на вопросы которые возникли и вы можете задавать если вам пришли в голову еще какие-то вопросы так мы в наших курсах активно размещаем медиаконтент но разработка его действительно трудоемкий процесс да ну собственно вообще это основа экономики курса не так сложно создать текстовый курс сложно создать именно мультимедийный проект можно ли будет просмотреть оптимальный вариант готовного мультимедийного учебника или цифрового пособия ну на нашем портале есть несколько таких достаточно качественно разработанных проектов разработчиков вот я могу отослать только сюда в целом мы с вами я думаю много раз видели интересные мультимедийные проекты вопрос только как создать подобные вещи без какой-то большой команды профессиональной но это всегда вопрос вот тут я думаю ответ в том на что кто ориентируется если все-таки автор ориентируется только на себя надо смотреть наиболее простые варианты чем проще тем лучше с минимальным привлечением какого-то там мультимедийного контента но с наиболее интересной формой гипертекстовой тестами там и так далее можно создать очень интересный поучительный тест но вот если вы видели на нашем портале основной массив у нас это курсы евразийского открытого института вот они пользуются хорошим спросом и при этом они очень простые правда они созданы в скором формате который сам по себе как-то такую слайдовую структуру имеет ничего больше но он свою задачу решает и в принципе там кроме текстов практически и тестов практически ничего нет так а вот вопрос по обучению иностранным языкам вот сейчас мы будем показывать какие у нас есть мультимедиа у нас есть тренажеры по обучению иностранным языкам но это уже готовые мультимедийные проекты вообще по иностранным языкам это исторически самые первые проекты мультимедийные были и вообще они по своей как бы задаче всегда пионеры и сделаны лучше всех и вот в частности для вашего сведения где-то к сентябре я надеюсь в нашей экосистеме библиоклуб.ру добавится именно платформа обучения иностранным языкам разработанная международным британским издательством Pearson это курсы высочайшего класса и там и видео на высшем уровне ну понятно это самое лучшее что только может в этой сфере быть вот разумеется стоимость их составляет там миллионы такие вещи как иностранные языки уж точно никому и завтра в одиночку не доступны так переходим к следующей части если вопросов больше нету по первой обучающие мультимедиа что вы у нас увидите ну если вы откроете это окошко если ваш вуз подписан к этому блоку то увидите вот эти виды контента сообщаю вам что к обучающим мультимедиа на сегодня у акции подключены все вузы величиной где-то более трех тысяч то есть это идет автоматом как правило кроме тренажеров вот если же кто-то приобретает самостоятельно обучающим мультимедиа он получает в их составе и тренажеры а тренажеры как мы увидим это и самый такой интересный богатый это именно мультимедийные проекты а теперь пойдем по элементам ну во-первых аудиокниги наверное у нас это сегодня самый богатый мультимедийный элемент потому что он и достаточно самостоятельный аудиокниги они существуют и сами по себе их можно слушать целиком читать это книги тем не менее есть и такой формат как подкасты если вам известно то есть подкасты это различные такие аудиоформаты новостные какие-то информационные то есть это прежде всего не книги а какие-то месседжи существуют сайты подкастов в общем в какой-то момент было очень модно это создавать ну у нас на данный момент только то что в формате аудиокниг вот и эти аудиокниги можно тоже добавлять своим курсам и часто они будут очень интересны это как будто ну вы читая там материал послушайте прочитанный профессиональным чтецом какой-то вот интересный элемент ну фрагмент из художественной книги например для филолога да или это фрагмент исторический например Ключевского в общем я уверен что можно много придумать интересных способов как включить аудиоформат готовый фрагмент в свой курс ну и у нас он самый популярный на сегодня и как я сказал самый обширный более 3000 аудиокниг по всем темам 20 жанров вот и в частности вы найдете здесь аудиоучебники которые можно тоже какими-то фрагментами включать это в основном гуманитарные предметы все базовые дисциплины это ведущие учебники в нашей стране создан этот аудио проект был нами совместно с Балтийским федеральным университетом имени Канта ну вот так выглядят эти учебники достаточно известные Юнити Дана Дашков издательство Флинта и так далее если вы откроете вкладочку аудиокниги вы увидите вот такую навигацию где можно искать можно сортировать результаты можно видеть каталог всех изданий искать их по авторам по жанрам то есть все возможные способы работы с каталожной информацией собственно вот в этом то и ценности наших сервисов по сравнению с какими-то там Яндекс картинками что все классифицировано каталогизировано уже подготовлено в качественной форме вот и сразу же на странице можно почитать прослушать этот фрагмент кто читает и так далее можно добавить в избранную дать оценку и так далее вот следующий формат который тоже интересен ну это цифровые карты но я сразу вам скажу мы не собираем все что обычно используется в электронных курсах раньше мы даже пытались у нас был сервис собирали презентации собирали схемы таблицы но этот контент он настолько многообразен и настолько сложно его каталогизировать и даже оценивать по качеству что мы от этого просто отказались поэтому мы представляем то что вы найдете у нас это именно база данных те которые профессионально подготовлены каталогизированы описаны где есть автор которые имеют издательский формат вот это один из самых востребованных учебных элементов и вы знаете что он сам по себе очень дорогой очень ценный исторические карты там демографические какие-то там социологические экономические астрономические в общем это в первую очередь не географические а все другие учебные научные карты очень информационно интеллектуально насыщенный контент и разумеется их удобно включать прежде всего в исторические курсы по истории по экономике и так далее культурологии примерно такой же по структуре сервис вот здесь показана вам страничка самой карты когда вы ее открываете можно скачать карту можно открыть оригинал тоже вы видите аннотацию можете добавить вызванные оценить карту и так далее у нас на сегодня около 6000 карт то есть это одна из самых разработанных сервисов такого рода вот каждая карта отдается отдельно отдельным файлом ну вот пример карт туристических маршрутов вот и эту карту вы можете добавлять к собственной книге если вы автор и имеете публикацию в ВБС университетская библиотека онлайн вы можете не просто обогащать курс курсу само собой вы можете прибавлять вот эти вот интерактивные элементы но можно и вот к такому формату как книга то есть внутри самой ЭБС поместить в собственное издание вот здесь примерно перечень информационных объектов которые дополняют ваше издание да то есть своего рода способ обогащать книжную публикацию и постоянно ее как-то развивать вот это прежде всего к авторам книгам вот и вообще вы имеете возможность всегда добавлять собственные учебные материалы и в ЭБС и в Мудл то есть не обязательно привязываться там сервисами нашими а пользоваться собственными это я для напоминания работы в нашей системе следующий элемент контента это учебные видео ну понятно что это такой же интересный очень интересный способ обогащения контента более интересный чем репродукция это то что и вот составляет ноу-хау интернета то что раньше никогда было невозможно в книге поэтому разумеется это такой сильный очень бонус для ваших слушателей добавляйте никогда не помешает но всегда нужно знать меру и у нас вы найдете тоже формирующуюся базу данных по видео это более 2000 роликов и точно так же оформленные в каталоге в 20 видеоколлекциях по самым разным дисциплинам вот ну вот вы видите здесь тоже самое каталог структурированный можно все выбрать обращаем внимание что это разный по своей природе контент тут есть и какие-то короткие видео где там лабораторные эксперименты какие-то изображены это могут быть полные видео лекции это могут быть и контент есть у нас видео контент который доступен только по отдельной подписке вот но в основном этот весь контент бесплатный и он формируется из открытых источников в том числе youtube я вот смотрю вопрос является ли контрафатным использованием видео например с youtube с указанием ссылки на канал но вообще не является использованием с youtube тут что важно сам youtube не нарушает права да если он нарушает то быстро убирает вот сейчас у нас конфликт если вы слышали что грозятся комнадзор грозится закрыть youtube за то что он использовал контрафакт на какие-то там сериалы вот его ну не есть youtube закрыть а вот эти вот странички могут закрыть обычно youtube быстро на это реагирует но самое главное для нас когда мы используем контент youtube что на само ответственность несет сам youtube если мы помещаем видео из youtube мы его лишь показываем а по сути дела он размещается и ответственность несет сам youtube и вы всегда можете сослаться на youtube и в случае необходимости этот контент убрать а youtube часто имеет и договоры там он показывает рекламу своих роликах так что это уже его история поэтому собственно мы взяли тоже свободно им пользуемся потому что в самом youtube найти что-то по теме уже практически стало невозможно и наша основная функция здесь издательская агрегаторская мы выбираем именно учебный контент именно интересный контент и вы его тут найдете за 3 минуты в то время как в youtube вы его как правило просто не найдете в силу огромности массива вот вот так выглядит страничка какого-то онлайн курса видео курса можно просмотреть с аннотацией с оценкой как и во всех остальных случаях вот и еще один интересный элемент который вы можете добавлять это экспресс подготовка к экзамену по простому говоря это шпаргалки но разумеется они уже не являются шпаргалками потому что их не возьмешь с собой на экзамен это именно они имеют ценности именно перед подготовкой к экзамену чтобы быстро получить короткие ответы на короткие вопросы освежить в памяти вот таких база данных из таких этого сервиса у нас тоже около 40 тысяч в них входит 750 билетов около 30 дисциплин вот и разумеется это интересная форма для добавления в свой курс вы своего рода добавляете наряду например с тестами добавляете способ оперативно ознакомиться справиться с вопросом и разумеется при подготовке к экзаменам например вот такой сервис особенно рекомендованный или подготовленный вами для студентов как мне кажется будет иметь большую ценность особенно в последнюю ночь ну вот оно изображено как используется от общей страницы открываете какой-то отдельный предмет документ ведения и дело производства в нем вопросики и можете всегда студент читает вот такой небольшой текст получает самый цинус сливки тех знаний которые должны быть компактно удобно легко запоминается это отдельный вопрос так ну и мы подошли к такому отдельному сервису тренажеры тренажеры это уже готовые интерактивы вот это то чем мы занимались предыдущие 10 лет но здесь собраны не только наши и чужие тренажеры раньше мы их дистрибутировали на компакт дисках вот сейчас такое компакт диски практически ушли из нашей жизни и мы это предлагаем как отдельные файлы более 10 тысяч тренажеров которые можно загрузить себе на компьютеры это тоже прежде всего учебные там энциклопедические какие-то проекты в том числе и сложные вот типа изучения английского языка в общем по 30 дисциплин в общем как правило это уже некий электронный курс причем выполненный профессионально сложно это готовый продукт фрагмент оттуда вы уже скорее всего не выцепите вот но обогатить его использовать его очень полезно как правило неинтересно значит для этого существует тоже своя страничка свой каталог структурированный вот вы видите информацию аннотацию описание полное этого продукта вот все эти продукты можно купить в интернет магазине и они само собой разумеется не дешевые так же примерно как стоят книги 300 500 рублей разная цена а вот вуз может пользоваться только если он имеет особую подписку то есть в ту акционную подписку на мультимедиа который я говорил тренажер у нас не входит там только есть несколько простых довольно тренажеров а вот такие сложные профессиональные продукты они появляются только если вуз подписался специально на обучающиеся мультимедиа вот ну и по сути многие из курсов можно не создавать заново а просто вот приобрести и вести по нему свои занятия уже готовому курсу вот и еще особенность тренажеров если все остальные сервисы это по сути дела облачные сервисы вы их вот используете на нашем портале в нашем облаке то вот здесь надо как правило инсталлировать проект на свой компьютер поэтому собственно у него такой особый режим вы инсталлировали на свой компьютер или там вузовские компьютеры вот он там уже стоит и используется на самом компьютере а не онлайн вот ну вот пример курса который создан таким образом применяем Adobe Photoshop вот там все бегает прыгает интерактивно красиво как и положено с тренажерами покончили теперь немножко о репродукциях тут тоже есть особенность это не просто сервис вот в наших обучающих мультимедиях а это отдельный арт-портал который у нас получил название мировая художественная культура там более 100 тысяч иллюстраций они все качественно подготовлены в общем над этим контентом мы работали более 10 лет начиная с 2002 года мы постоянно издаем художественные издания и на дисках и сейчас в книгах очень много и пополняем эту базу данных вот то что представлено на данном портале это прежде всего учебная база которую можно использовать просто в качестве обучения как уже готовый интересный проект вот как вы видите вот его показатели более 5000 авторов более 3000 музеев тут все структурировано по стилям направлениям жанрам вот так виден изображается картина можно посмотреть в большом разрешении фрагмент картины все что угодно то есть это профессиональная база данных вот и можно создать собственную подборку возможности пользователей моей галереи то есть вы можете выделить для себя те произведения которые вам интересны и в дальнейшем их выкачивать и включать в свой курс вот собственно это то чем она вам будет интересно вот ваша галерея например загрушенные репродукции вот это вы все можете использовать дальше в своем онлайн курсе вот ну таким образом я подхожу к концу все что я вам как бы перечислил вы можете самостоятельно найти у нас посмотреть внимательно попользоваться запросить тестовый доступ если ВУЗ не подключен с удовольствием приглашаем вас подключиться в общем этот сервис у нас очень недорогой хотя в нем в совокупности около полумиллиона объектов мультимедийных так что разумеется всегда можно что-то интересное в нем найти вот и главное отличие подчеркиваю если обычно поставщик интерактива интернет где как правило все самодельно и незаконно по большому счету очень проблемно использовать то вот все что вы найдете у нас это можно использовать это лицензионно легально и как правило все таки качественно сделано наша задача внедрить в профессиональную среду именно качественно сделанные интерактивные объекты мультимедия превратить это из проблемы в удобный сервис ну вот собственно я подошел к концу своей презентации мультимедийные образовательные сервисы все на одном ресурсе теперь давайте я отвечу на ваши вопросы и задавайте если они у вас есть так ну про обучение иностранным языкам я рассказал покупаем кота в мешке нельзя сказать что миллион гарантия качества это наверное да о покупных курсах но действительно часто до того как купишь их не откроешь вот мы мы практикуем все время тестовый доступ так что всегда можно посмотреть и здесь не ошибешься ну и я говоря о том о дороговизне прежде всего имел ввиду разработку в любом в любом случае качественные мультимедийные курсы будут стоить очень дорого это по сути дело нечто среднее между книгой и между книгой и фильмом да здесь поэтому режиссерская функция здесь всегда присутствует и здесь всегда много людей но это когда мы говорим именно о полноценных мультимедийных курсах вот в целом вот как показывает практика нормальный такой вузовский онлайн курс делается там в промежутке между 50 тысяч до 150 тысяч ну это минимальный бюджет как быть с правами если мы используем 3-4 минутные эпизоды из художественных фильмов вопрос хороший ну как сказать голову ни с кого не снимут за такие эпизоды если вы используете это в учебных целях и это не коммерческий продукт вот здесь очень важный критерий то вам это спустит с рук так скажем то есть это во всяком случае не наказуем но если следовать сугубо вот букве законы то ни трех ни одна минутная там ни даже один кадр из фильма использовать нельзя без разрешения правообладателя вот и в случае если вы разрабатываете именно коммерческий продукт и используете там какой-то известный голливудский фильм то стоимость вот этого фрагмента она может достигать десяток тысяч долларов а могут конечно вам разрешить это сделать бесплатно если вы выйдете на правообладателя и добьетесь его разрешения но добиться его очень сложно так что используйте спокойно в учебных курсах ничего не будет так вопрос Илья Владимирович является ли контрафактом использования я ответил видео с ютуб ну я ответил только замечу что ютуб в этом плане уникальный сервис единственный в таком роде потому что и у нас там и у где вы видите ютубовский вставляется именно плеер то есть мы не на свой портал или вы там в своих проектах на мудл или где бы еще включаете не фильм как таковой с ютуб а вы просто включаете плеер который находится на ютуб и он с ютуба вам и показывает вот понятен принцип как правило ни у кого больше таких сервисов нету с плеером и с решенными правами юридическими правами поэтому другие сервисы я бы не советовал использовать рисковать даже если они предоставляют точно такую же возможность хорошо что на карты не нужна подписка в отличие от аудиокниг но вот обращу ваше внимание все таки что у нас обучающие мультимедиа это полный комплекс куда входят все формы кроме тренажеров то есть если вы подписаны на карты то и на аудиокниги вы подписаны это у нас сейчас такой акционный формат по сути дела но те кто может смотреть карты тот может смотреть и аудиокниги а это очень интересный ресурс так Ирина Константиновна подписка нужна на все то что включаем в свой учебник второй вопрос если я включаю статьи из зарубежных газет как быть с правами так на первый вопрос ну в общем да я там подчеркнул если вы включаете очень маленький фрагмент из книг то они по моему показываются в любом случае даже если нет подписки в режиме ну у нас есть такая возможность предпросмотра несколько страниц полистать хотя вот у нас тут меняется я даже сейчас на данный момент не скажу точно может быть все равно нужна подписка даже для маленьких фрагментов вот вот а так в общем то да на все что включаете в свой учебник второй вопрос если я включаю статьи зарубежных газет как быть с правами ну у нас зарубежных газет нет так что у нас вы это не найдете а чисто в правовом отношении по идее конечно тоже должен быть на любое на любое включение должен быть должен быть лицензионные разрешения вот но периодика и энциклопедии они пользуются особенными льготами да если у вас цитирование в размере фрагмента то есть цитаты то авторское право позволяет вам свободно цитировать любую более-менее там небольшую часть текст вы же не будете цитировать там всю газету всю первую полосу скорее речь идет о какой-то статье и вот если вы ее процитируете даже и большой элемент то это все входит в цитирование и это все не наказуемо так вопросы по права на эпизоды из фильмов и статьи из зарубежных газет да это я не пропустил у кого узнавать на что подключен вуз спасибо большое хочется все сделать для студентов и вам спасибо за хорошую оценку узнать на что подключен вуз и вы очень просто у нас прямо на главной странице особенно в новом дизайне вот с первого августа тоже информирую вас с первого августа все переходят насильно на новый дизайн а сегодня вы можете там увидеть на верхней верхней полосочке и тоже им пользоваться и вот на этой главной странице первая плашечка вот из квадратиков которые вы увидите это моя подписка или что-то такое информация основная вот вы на нее кликайте и попадайте в свой же личный кабинет и у вас в личном кабинете второе место основное написано какие ресурсы вам доступны там написано блоки и по книгам что доступно по издательским коллекциям тоже что доступно и весь мультимедийный контент тоже выписан как правило как я сказал он практически всем нашим подписчикам доступен вот но это вы всегда можете проверить в своем личном кабинете так спасибо можно ли воспользоваться презентацией сегодняшнего вебинара да конечно можно вот я причем вот этот вот свою презентацию я разбил на два куска поскольку она очень большая вот возникло две презентации вот ну видимо единый не получается это включить вот так что вы можете смело загрузить их объединить просто в одну она будет немножко крупнее но в общем-то ненамного и использовать так что благодарю вас всех за внимание надеюсь это все было полезно и будем следить за вашими разработками за вашими курсами смело используйте нашу песочницу и тоже давайте свои идеи как вы видите наполнение мультимедийным контентом это наша общая задача и проблема головная боль даже я бы сказал но потихоньку будем создавать вот такую песочницу которая позволила бы авторам решить все его базовые вопросы ну вот еще вопрос поступил Константин Николаевич картами я могу воспользоваться аудиокниги вы не подписаны на данный контент так давайте разберемся да напишите в нашу нашу техподдержку вот и если что там можете написать и мне бывают просто какие-то ошибки и просто это может быть недоразумением вообще все должны быть подписаны вот спасибо за благодарности ваши вот ну и вам хорошего дальше дня и лета будем рады встречаться и впредь всего доброго и пока